Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Напрегион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. В Анапе под солнцем. Генрежиссер Василий Яцкин представил анапской публике свой фильм и пообщался с жителями на самые сложные темы информационной войны. С миру по нитке кровь для попавших в беду анапчан. Жители Анапы оказывают помощь погорельцам из села Супсех. Море мусора. В Анапе борются с грязными последствиями штормов. К очистке береговой полосы подключены все силы. Московский кинорежиссер Василий Яцкин побывал в Анапе с миссионерской культурно-образовательной программой. В Центре культуры Родины проходили патриотические кинолектории, названные также, как и фильм Василия Яцкина «Под солнцем». Аналогов этому проекту в России пока нет. Проект создан в московской студии «Киноконтакт» при поддержке Министерства культуры России. Василий Яцкин объехал больше половины России, Белоруссии и Украины. Его аудитория – студенты, военные, заключенные, чиновники, педагоги, родители, методисты отделов образования. В Анапу он прибыл по приглашению родительского комитета города-курорта и прихода преподобного Серафима Саровского. Режиссер уже провел встречу с офицерами и курсантами Института береговой охраны ФСБ России. И сегодня он выступал перед жителями города – родителями, педагогами, студентами, школьниками, а также представителями администрации города. На встречу побывала наш корреспондент Лариса Басова. Василий Яцкин дал нашей телерадиокомпании эксклюзивное интервью. Смотрим. Проект «Под солнцем» направлен на широкую аудиторию. Автор только трансформирует подачу материала для определенного круга и возраста. В небольших, емких видеосюжетах автора кинолектории, журналист, режиссер Василий Яцкин доступно показывает и кратко освещает самые сложные темы информационной войны против нашего народа. Зрители воочию видят, как с помощью современных технологий программируют сознание людей, на отрыв от родной культуры, как искажается история, как внедряются погибельные стереотипы поведения. Рядом с этим показывается спасительность отечественной культуры. Мультфильмы – целая тема кинолектория. Видите, безобразная, растрепанная, плюющаяся. А посмотрите советскую утку-мать из мультика «Серая шейка». Почувствуйте, какой дух идет с экрана сейчас. Мама, доченька моя. Раньше, например, и учителя, и родители, и некоторые чиновники вообще не понимали, что мы говорим такое о какой-то информационной войне, зачем мы говорим о том, что нашу страну хотят за ресурсы разрушить, что есть какая-то геополитика. Но теперь уже настолько дети стали взбешенные, нервозные, неуправляемые. Ювенальная юстиция заставила очень многих задуматься, что завтра мы потеряем детей, к нам семью ворвутся под видом якобы опеки несовершеннолетних, и практически у нас их отнимут. Когда люди это поняли, то сейчас уже очень серьезно стали задуматься. Америка закупила более 300 советских мультфильмов 60-70-х годов, увидев ценный воспитательный пласт. На кинолектории в Центре культуры Родина, где присутствовали студенты, старшеклассники, педагоги, родители, Василий Яцкин презентовал видеосюжеты своей киностудии. Режиссер снимает не кассовые фильмы. Он поднимает самые сложные темы – растление, наркомания, опасность субкультур, ювенальная юстиция, бездуховность. Есть земное объяснение, есть духовное объяснение, почему я этим занимаюсь. Любой православный человек знает, что ему потом, как и любому человеку, отвечать на страшном суде, как он прожил свою жизнь. И если мы не сможем реализовать правильно свой талант, будем его тратить только на то, чтобы зарабатывать деньги, то мы за это очень крепко потом будем отвечать. После кинолектории впечатленные зрители задавали вопросы автору проекта и еще долго не расходились. Отец Александр, настоятель прихода преподобного Серафима Саровского, поблагодарил Василия Яцкина за миссионерскую деятельность в деле возрождения духовности и лучших традиций российского народа. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. И еще одна интересная встреча проходит в Анапе. На курорте стартовал седьмой международный открытый саммит региональных издателей 2013. Его темой стала стратегия увеличения доходов в медиабизнесе. В саммите принимает участие более ста крупнейших издателей России. Целью традиционных встреч является подведение итогов за год, обмен опытом, открытие новых источников для развития издательского бизнеса. В течение двух дней топ-менеджеры, владельцы региональных издательских домов, главные редактора региональных СМИ будут подводить итоги бизнес года, обмениваться опытом, мнениями и видением развития издательского бизнеса. Обменяться мнениями, пообщаться, на мой взгляд, общение, самое главное, приносит больше всего и в бизнесе, и в отношениях. Удачи вам, всего самого хорошего. Ассоциация газет «Все для вас. Союз» и Ассоциация независимых региональных издателей, которые являются организаторами саммита, поставили цель – сплотить региональную прессу. Какие задачи ставить перед собой и своей компанией? На чем основывать свои прогнозы и планы? Где и как находить новые источники для развития издательского бизнеса? Ежегодно в ходе совместной работы идет переоценка профессиональных и жизненных подходов и стратегий. Более ста крупнейших издателей страны собрались сегодня на свой ежегодный саммит. Он международный, потому что есть представители международных компаний. И это наш ежегодный разговор о том, как мы жили год, чего было интересного и какие планы мы намечаем на Новый год. Почему именно в Анапе собрались? В общем-то, эта традиция и уже не первый год, она подействительно интересна в плане рекламы. Город динамично развивающийся. Мы хотели бы, чтобы о нашем городе рассказывали больше. Опытом успешной работы издательского дома «Всё для вас, Анапа» делится его генеральный директор Евгений Филимонов. Издательство входит в ассоциацию газет и бесплатных объявлений ВДВ «Союз». Накоплен большой опыт по выпуску рекламы в СМИ. Полторы тысячи экземпляров распространяются через киосковую сеть Роспечати. Но самый главный упор, что мы сделали, Это вот прямо буквально с первого дня мы начали газету распространять по маленьким продуктовым торговым точкам, магазинчикам, в зонах прикасовой торговли. Где-то порядка 130 точек. 65% тиража распространяется именно таким способом. Коллектив трудится под девизом «Мы работаем для вас». То есть хорошая подача рекламы в газете – успех для рекламодателя. Газета делает акцент не только на рекламу, но и на жизнь города. В каждом номере актуальные темы. Рад, что мы сегодня работаем вместе с ВДВ. Я, кстати, тоже один из тех, вот тут у нас несколько ветеранов, из тех, кто стоял у истоков. Это было начало 90-х годов. Все для вас рождалось вместе практически с новой Россией. В общем, ВДВ как организация очень интересных, думающих людей, развивающих такой вот вечный пласт, как реклама, развивающих, делающих иногда даже невозможные вещи, опережающих время в своем каком-то стремлении. В общем, это не только стремление заработать, это стремление творчески преподнести свой продукт. Ну а для тех, кто строит бизнес на экранах мониторов, будут полезны советы специалиста по цифровым медиа Росса Сеттлза, который прибыл сюда из США. Я работал в крупных издательских домах США и Гонконга. В основном в области онлайн. Занимался развитием сайтов. Я не уверен, что вам чего-то не хватает. Здесь все достаточно успешно развивается. Есть возможность привлечь больше рекламы в области онлайн. Многие рекламодатели только сейчас начинают понимать важность размещения рекламы в интернете. Саммит включает ряд конференций, экскурсий, творческие вечера. Единомышленники из различных регионов России и за рубежа нацелены продвигать журналистское дело, делать его конкурентоспособным. На прошедших выходных одна из анапских семей лишилась единственного дома, который они строили многие годы. Воплощенная тяжелым трудом мечта всей жизни сгорела в одночасье. Страшный пожар уничтожил все личное имущество семьи Волошиных. С погорельцами встретился наш корреспондент Вадим Родин. О причине пожара и надежде на будущее в следующем сюжете. 24 марта дежурному пожарной части поступил звонок о возгорании частного дома в субцехе. Это звонила соседка Елена Черепова. Увидела, что Татьяна выскочила с ребенком, который замотан просто. Ну как, вот, то есть, женщина, холодно, женщина стоит в халате и держит ребенка замотанного, как это называется, простынь, теплая. Все. Я спросила, что случилось, еще не было огня, не было дыма как такового, был просто вот так вот. То есть, это не был пожар, это еще не был пожар. Татьяна сразу крикнула, мы горим. Я позвала мужа, разбудила мужа, он в чем был, трико в рубашке, выскочил на улицу это. Я уже в это время, то есть, муж выскочил, я побежал, он мне сразу сказал, вызывай пожарную. Я сразу позвонила в пожарную охрану, они зафиксировали вызов. Пока ехали пожарные, глава семейства Станислав Волошин с соседями пытался потушить пожар самостоятельно. По словам соседки, наряд приехал спустя почти час, когда потушить было практически нечего. Этому есть и подтверждение. Вот на мобильном телефоне время звонка, а в документах указано совсем другое. Пожарная ехала очень долго, так что, как горела, я не видела, потому что я была с ребенком. Но даже если бы пожарные и приехали раньше, вряд ли бы удалось спасти дом. Жилище из деревянного каркаса сгорело практически мгновенно. Облицовка из сайдинга на стене соседнего дома практически полностью расплавилась. Сам же Станислав Волошин причиной возгорания называют замыкание из-за вмешательства грызунов, поскольку сечения проводов в доме более чем достаточное, что исключает чрезмерную нагрузку на электропроводку. Во всем этом, конечно, еще предстоит разобраться специалистам. Но факт налицо. Еще дымящееся пепелище дома и семья с маленьким ребенком, оставшиеся практически на улице. Этот деревянный дом строился как временный. Семья планировала построить каменный. Участок в собственности. И Волошины намерены возвести небольшой капитальный дом взамен сгоревшего. Но в одиночку им не справятся. А намчане сразу откликнулись на беду земляков. Одежды, игрушек и бытовых принадлежностей уже достаточно. Сейчас семье необходимы строительные материалы и материальная помощь. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа. Все, кто может и хочет чем-то помочь Татьяне и Станиславу Волошиным с их маленьким сыном Владиславом, могут позвонить по телефону 8-918-269-08-39. В минувшие выходные из-за сильного шторма произошел выброс бытового мусора и травы на Анапский берег. Все пляжи были затоплены водой и загрязнены очень большим количеством бытовых отходов. В понедельник сотрудники предприятия и объединения курортных услуг оперативно убрали за 8-часовой рабочий день весь центральный пляж площадью 48 тысяч квадратных метров. Было вывезено более 50 тонн бытового мусора. Уборка до сих пор продолжается по всей территории пляжей Пионерского проспекта до Витязева. Идет бригада, собирает бытовой мусор. То есть это бутылки, целлофаны, банки, целлофановые пакеты. Следом идет гребка, сгребает отходы, то есть палки, мусор, траву. Следом идет погрузчик. С рабочими грузят на тележке и вывозят все на свалку. До конца недели работы по уборке Анапского побережья планируют завершить. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В четверг 28 марта в Анапе будет пасмурно, местами возможен дождь. Температура воздуха в дневные часы 3-5 градусов тепла, ночью около плюс трех. Ветер северный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 6 градусов выше нуля. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.